Представители знака Зодиака Скорпион, Скорпионы мои дорогие, здравствуйте! Прогноз Таро на 10 дней, на декаду с 21 по 31 октября. Давайте узнаем подсказки карт Таро на будущее. Каковы события ближайшего будущего и с чем это может быть связано? У нас сегодня две колоды карты Ленорман и Таро на Таро мы проясним позже по некоторым позициям. Но мне бы хотелось именно на картах Ленорман, они как раз события мерят, показывают вот это как обстановка вокруг вас или с чем могут быть связаны события десятидневки последней октября. И хотя нам планетарно звезды обещают, что больше толку, ясности какой-то может быть в ноябре. В ноябре имеется ввиду либо начало где-то к середине. Ну и правда, с 20 числа Плутон, одна из ваших планет управителей, переходит в знак Водолея. И вот эти последние дни как раз в Козероге, последний реверанс, когда мы что-то можем расставить по местам. Давайте будем узнавать, как видят или что за обстановка вокруг вас, вообще перемены. И поэтому, что бы там в вашей жизни ни происходило, как будто это все не зря, все это не случайно. И вы уже на пороге перемен. Первая карта говорит о том, что у вас могут быть какие-то и поездки в эти 10 дней. Один из символов Меркурия, корабль, говорит, может быть много контактов, много информации. Расширение круга общения, расширение собственных возможностей. Может быть для кого-то из вас это новое направление вашей деятельности. Или вы будете рассматривать как таковое. Или обстоятельства так сложились, что для вас, ну как новую стезю в собственном самовыражении придется искать. Или может быть по части бизнеса тоже есть какие-то вопросы, когда вам нужно согласовывать. По этой карте может быть еще и такой момент, когда некоторые неожиданности сами по себе тоже словно врываются в нашу жизнь. Но это будет тогда скорее связано либо с какой-то информацией, но все не случайно. Все, что с нами происходит в осенний период, особенно конец октября и ноябрь до 20-го, это правда мы не просто по местам что-то должны расставить. Есть еще такой пункт, когда к нам могут вернуться люди или какие-то ситуации из прошлого. Но значит либо гештальт какой-то закрыть, либо такой вариант, что и человек к нам может вернуться в нашу жизнь не случайно. Вполне вероятно, что в последующем он какую-то еще свою роль сыграет в нашей жизни. Давайте посмотрим, что еще. Когда выпадает карта лилии, это безусловно общение, но мне хочется добавить чистого искреннего общения. Больше где-то деловое, как раз общение, переговоры. Или пусть это даже касается личной жизни, но значит есть то, что нужно проговорить без прикрас. И где-то без нервов тоже, потому что сама по себе энергетика этой карты достаточно холодная. Есть какая-то данность, она сложилась. И вот вы здесь можете что-то как раз и организовывать. Может быть это и походы к чиновникам, вполне вероятно. Есть у вас какая-то задумка конкретная, и вы, может быть, вы люди интуитивные, чувствуете, что ну я правда на пороге каких-то перемен. И если мы не можем продумать, предугадать, как будут развиваться события на последующий период, тогда обе наши карты говорят, ты все равно как будто не должен застревать в каком-то одном пункте, в одном месте. Какое-то как и движение, прогресс сам по себе, но такой более внимательным. Должен быть этот как и прогресс, так и последующие шаги. Когда шаг сделали, мы должны, скорее всего, осмотреться или даже себя подстраховать. Вообще любое общение будет конструктивным, а карта Кливер говорит о благополучии. В целом положительный период, последняя десятидневка октября месяца. Что нам еще расскажут, давайте узнаем, какие еще события. Ну, правда, итоги какие-то, как по судьбе. И крест — это, вот как я говорила, что не случайно, как и люди возвращаются в нашу жизнь. Или те вопросы, с которыми мы сталкиваемся, мы тоже должны в чем-то поставить точку. Вот не без этого. Может быть, себя освободить от какого-то балласта, от того, что не может быть продолжено. И часто это, если мы говорим перемены, а это где-то подведение итогов. И пока мы не освободимся, к примеру, от того, что нам мешает жить, словно и место для нового занято. Поэтому важные выводы, выбор, может быть, стоит. И когда, скорее всего, есть какая-то составляющая вашей жизни, она вам самим уже, мои дорогие скорпионы, надоела. И если что-то будет уходить, вы вздохнете спокойно, свободно. Карта Луна. У кого-то будут конкретные вопросы, которые связаны с вашим домом, место проживания. И у кого-то это будет связано с переездом, или вы начнете планировать какой-то переезд, кстати, совершенно по разным причинам. И тогда продумывать вопросы об устройстве дома. И иногда Аркан Луна, даже где-то в колоде Ленорман, может свидетельствовать о том, что мы как наше место безопасности должны отстроить. Или нашего уюта, покоя, где мы восстанавливаем силы. Но еще и Луна, это есть какие-то неопределенности, хотя в этой колоде карт Ленорман. Чаще всего эта карта говорит об эмпатии, либо о том, прежний путь был похож словно на лабиринт. И вот теперь перед нами как двери, врата, возможности распахиваются. По этой карте как раз прояснится что-то может. Две Луны и одна из этих Лун, она такая, знаете, как через туман, через дымку, как неопределенность. А это уже что-то более конкретное. Да, это не Аркан Солнца, когда ясность, понимание, такое стопроцентное возможности. Но это через тайну какая-то возможность. Или когда вы узнаете какую-то тайну, или событие, какое-либо происходит, опять же приходит информация. И как пазл у вас, мои дорогие скорпионы, в эти 10 дней сложится. По сути дела мы ищем выход, мы его находим по этой карте. И есть такое значение, когда честность и честь, вот как ни странно прописано в этой карте. И мы с вами говорили о честности, вам выпадает карта Лилия. Поэтому быть честным с самим собой определенно стоит. Интересно, давайте мы раскроем все, что вам выпало. И хоть я вначале и сказала больше ясности, понимания, но это планетарно, то, что нам говорят. Будет где-то в ноябре месяца. Но, видимо, уже к какой-то конве вы придете в конце октября. Будет либо путь какой-то очевидный, стоит ли какое-либо дело продолжать. Или во что выльются отношения, вы тоже уже сможете определиться. Первую карту, которую мы с вами достанем. Что нового войдет в вашу жизнь? Давайте узнаем, что же нового войдет в жизни Скорпионов в последнюю декаду октября. В чем ваш успех? В чем ваша сила? Что будет дальше или что будет дальше продолжаться с заходом на ноябрь? Достанем карту Таро. Неожиданность. По основным сферам жизни посмотрим дела, работа, бизнес, документы, согласование, учеба, у кого что. Как денежную энергию видят карты, личную жизнь. И достанем карту Совет. Что же нового? Вообще шикарно. Люблю эту карту. Праздник после Победы. Или когда у нас все хорошо. Когда, кстати, все под контролем. Нет каких-то таких сюрпризов, которые в стопор приводят. По этой карте, правда, может быть какой-то вопрос. Вы очень важно закроете. И буквально будет праздник. Это как четыре столпа. Это как прочная позиция. И карты нам говорят, если что нового. Возможность, как и укрепить, допустим, свои позиции по части финансов, безусловно. Потому что жезлы, дела, работа, бизнеса, где-то деньги. С другой стороны, это ваша работа, ваша занятость. Смотря чем вы занимаетесь. Это может свидетельствовать о вашей популярности. О росте как раз вашей, как экспертности, так и вашей значимости. Может быть, это, смотря какие намерения у каждого, да, смена статуса, которая может как раз последовать дальше. И какие-то возможности как и укрепить, так и развить все то, что вы на данный период времени имеете. Но можно еще и назвать некоторый вывод, которым вы остаетесь довольны. Или какой-то результат. Явно он у вас будет, мои дорогие скорпионы. И поэтому вот вы как раз делите то, что передо мной сейчас открывается. И пусть еще есть какие-то неизвестности, не все прояснилось. Но я могу сказать, что есть ясно и понятно для вас будет то, что вы не захотите продолжать. Или в чем вы, может быть, как в документах будете разбираться. Этот осенний период, он может быть связан, что мы пересмотрим некоторые соглашения, договоры, контракты. И в конечном итоге это больше ясности, повторюсь. И самое главное, уверенности не просто в сегодняшнем дне, а уже где-то в дне завтрашнем. Ну, каков бы ни был путь, который вы прошли до этого периода времени, он уже все равно вам принес больше возможностей, хотя бы только лишь потому, хоть он и не был простым. Все же карта креста. И это говорит о том, что были и переживания, были какие-то препоны, были разочарования. Может быть, у кого-то было и предательство. Но, значит, и в этих отношениях или в каких-то темах, вопросах вам тоже нужно подвести итог. В конечном итоге свободная личность. Вот где-то так, совершенно новым вдохновением. Хорошо, в чем ваша сила. А когда вы уже можете где-то переключаться на новые подвиги, хотелось сказать, или попажу жезлов, это какая-то новая задумка. Есть то, что вас интересует или то, что вы хотите осуществить. Это не совсем, посмотрите, если прошлое, то оно у вас идет в контексте, как закрытие каких-то прежних врат, куда вам самим не захочется. А вот как раз карты нас больше переводят в какую-то динамику, что дальше именно. А дальше какие-то и ваши новые интересы или какие-либо ваши новые возможности. Давайте мы откроем еще одну карту, что будет продолжено. Вот смотрите, здесь, если с каким-то вопросом не разобраться, пятерка кубков. Это карта где-то апатии, где-то разочарования. Это не в этот период, а то, что мы узнали прежде. Или то, что пришло на наш порог и нас расстроило. Но опять же, это было раньше. И, может быть, некоторые вопросы вам действительно нужно подвести к знаменателю и в чем-то поставить точку. По этой карте как будто нет ничего существенного, нет помех, мои дорогие, правда. Но мы можем где-то застрять, потому что на пятерке кубков. В этой колоде нам показан самый иерофант, который сидит и горюет, что у него два кубка разлились. А возле него еще три полных стоят. Как будто насколько малы будут ваши печали, настолько в последующем велик будет ваш успех. И вот именно этот успех, как новое начинание, как подведение итогов, правда, нужно воспринимать вот эту десятидневку октября. С чем это может быть связано, не совсем понятно. Давайте узнаем. Правда, у кого-то дела дома или согласование в высоких инстанциях. Здесь и себе не навредить, потому что по аркану башни, это колода Ленорман, не Таро. Если на Таро, там немножко другое значение. А это символ надежности. И часто, кстати, по этой карте может проигрываться желание побыть одному. Или так вот уединиться, мысли в порядок привести. Или мой дом, моя крепость. Буквально как-то защитить свой дом. Может быть и так. У кого-то может быть и видеонаблюдение. Систему поставить. Вполне вероятно, все зависит от того, что у вас сложилось, произошло за предыдущий период времени. Как будто я хочу знать, кто приближается ко мне. Вот может такое проиграться как раз, потому что какая-то была история с разочарованиями. И вам не хочется, чтобы вас заставили врасплох. И карта-то тоже подразумевает, что ты должен свою безопасность сам контролировать от недругов буквально. Или от каких-то таких сюрпризов. И не совсем сюрпризов, а это то, что мы прежде не заметили, не придали этому значения. А теперь как бы история какая-то пошла развиваться своим путем. А мы думали, что это какой-то пустяк. Как в результате из каких-то пустяков создаются для нас более такие важные вопросы, когда уже хочешь, не хочешь, а разобраться с этим нужно. Но я могу сказать, что у вас все равно в любом случае баланс какой-то происходит. Потому что первой картой у вас выпадает четверка жезлов. Но может быть еще и придется, словно гора это препятствие, решить некоторые вопросы. Или те вопросы, опять же, которые тянутся из прошлого. Вот знаете, тут как и вопросы дома, так и некоторая составляющая. У каждого просто вот эти препятствия, безусловно, будут проигрываться в своей сфере жизни. К примеру, у нас кубки выпали, поэтому у кого-то это будет связано с личной жизнью и с личной историей. У кого-то вопросы денег и вашего труда, занятости, вашей работы. Но вот эту гору как будто нужно преодолеть. Может быть, это и потребуется некоторое время. Может создаться такое ощущение, я не знаю, куда я иду. Давайте еще достану. Мы уже говорили с вами, в чем-то вы ставите точку. И тут как будто я еще пока не знаю, куда я иду, но у меня достаточно сил. Но точно знаю, куда я не иду. Очень интересно, мои дорогие скорпионы. Не совсем нам тут проясняют. Но в конечном итоге, посмотрите. Все то, что я сказала по карте башни, гора, белая карта, это вот есть как чистый холст, белый лист бумаги, на который вы напишите новую главу своей жизни. Но еще пока вы не знаете, во что выльется ваше намерение. Искусство аккуратных, мелких шагов. И у вас выпадает пас жезлов. И в этой колоде карт, это вы что-то должны продумать, просчитать, не действовать на импульсе. Вот это будет важно в эти 10 дней. И не использовать прежние методы. Это точно. Тогда эта дорога куда-то в какую-то прострацию или в какую-то иллюзию, мои дорогие. То есть, самому себе, честно сказать, вообще, что это было, к примеру, да, надо мне это или нет, нужно мне это продолжать или нет. Может быть, где-то проигрывается компромисс, когда, чтобы себе не осложнить жизнь, все зависит, что у вас на кону стоит, какое-то среднее арифметическое, может быть, и принять, чтобы в последующем как раз какая-то проблема не воскресла. Как раз, чтобы вы могли в чем-то поставить точку. Иногда компромисс означает завершение какого-то длительного изнуряющего процесса. Примите этого внимания. У вас просто не одна карта завершения. И карта гора. Значит, вроде что-то завершается, но как-то так вот в растяжку оно завершается. Уже оно измотало. Вот есть такой момент. И вроде бы уже как белый лист бумаги, на котором мы уже ручку взяли в руку, чтобы составить новый план наших подвигов. Или план минимум, план максимум. Но есть еще вот как это напоминание из прошлого. И тоже последний аккорд все же сыграть придется. Но у вас в конечном итоге какая бы сфера ни проигрывалась, все равно выпадает аркан-медведь. И это будет к сильной позиции. Да, все расставить, видимо, по местам необходимо. Неожиданность, мои дорогие. И вы знаете, ведь по этой карте нет неожиданностей. Может быть, это усталость. Иногда четверка кубков проигрывается. Когда да, как я устал. Ничего я уже не хочу. Но вообще это карта возможностей, которую мы можем не увидеть. Или к нам эта возможность приходит как-то криво или блекло. Она нас не цепляет. А наша задача как раз-таки увидеть этого ангела, который может быть каким-то альтернативным вариантом. Нам открывает новую дверь. Вот есть очень мудрые слова. Когда дверь одна закрывается, на смену ей открывается другая новая дверь. Но мы часто не замечаем ее, уставившись глазами в закрытую дверь. Вообще символ двери – это очень такой глубокий смысл. Есть много у каждого, наверное, народа. И, кстати, и в религиях тоже своеобразный символ. Не говоря уже про карты Таро. Почему часто дверь и счастье тоже идут как в тандеме. Поэтому вот у вас какая-то совершенно новая возможность, как неожиданность появляется. А вы как будто можете присидеть и сказать, я ничего не хочу. Нам показан человек, который сидит, он крест на крест руки сложил. Словно всем видом показывает, я в домике. Все, я закрылся. Нельзя уединяться вам, мои дорогие. Скорпионы, у вас две четверки. Вам нужно вот эту четверку в виде праздника, в виде благополучия получить. И, значит, есть ли мы, может быть, это возможность решить как раз вот те наболевшие вопросы, которые вам уже либо надоели, либо тянут вас назад. И, значит, завершить и вздохнуть свободно. Это будет тоже важно. Давайте узнаем. Дела работы, бизнес. Мы не смотрим в перевернутом значении. Да, тут по работе тоже есть некоторые пункты, когда все надо расставить по местам. Тройка мечей. И здесь не конкретно, что вот как-то работа совсем не идет. Ну, может, у кого-то и так. Тут из прошлого была какая-то ситуация, которая осложнила вам жизнь. И, может быть, в прошлом было глубочайшее разочарование. Может быть, у кого-то были предательства, когда вас подвел конкретный человек. Или были какие-то сложные оформления, разбирательства в суде. Какой-то период не совсем простой. Но у нас ведь тройка мечей часто о чем говорит? Эмоции, мои дорогие. И тут основное. Вот нам какой-то вам, мои дорогие скорпионы, прежний опыт помогает. Даже если он со знаком минус. Потому что мы его переводим в ситуацию и оставляем себе как работу над ошибками. Единожды побывая в каком-то деле, в какой-то, может быть, теме, которая для вас закончилась ничем. Или когда вы были поражены предательством или нарушением каких-то договоренностей. В конечном итоге ведь все равно мы становимся сильнее. Давайте я немножко проясню эту карту. На смену вот этой боли, душевному разочарованию приходят по тройке мечей уже на сегодняшний день. Здоровая равнодушие. И это тоже сильная позиция. Нас невозможно зацепить. И невозможно вывести на какие-то эмоции. И давайте мы раскроем. Да, тут, правда, какой-то человек. Может быть, у него есть ситуация, дело воскреснуть вдруг. Или напомните себе. И, знаете, ваша сильная позиция в том, что вы уже видите все как есть. Вас уже какие-то крысы не удивляют. Это факт. Или тот, кто совершил вот какое-то предательство. Может быть, есть какие-то ряд вопросов, когда ситуация может еще вернуться. Или о себе напомнить. Может быть, это то, что было пережито, и вас просто не отпускает, мои дорогие. Ведь тут завершение, по сути дела, какой-то очень сложной, может быть, и обидной ситуации. Или каких-то очень таких неожиданных обстоятельств для вас. И все равно ребенок – это всегда начало чего-то нового. И у нас ребенок на фоне дома в этой колоде карт. Поэтому у кого-то вопросы, когда придется переоформить документы по части недвижимости. Правда, по части вашего места пребывания, где вы сейчас находитесь. Кто-то может, смотря какая обстановка вокруг вас, уже меня смотрят люди из разных стран. С учетом вот как раз первой карты, колоды Ленорман, вы можете куда-то засобираться. Или начать думать о переезде, или начать искать информацию, за какие деньги я могу, допустим, продать свое жилье, апартаменты, дом. Ну, смотря чем вы располагаете, и за какую сумму я могу купить в другой местности что-то другое. Кто-то всерьез может задуматься даже о переезде, хотя прежде об этом не думал. У каждого, потому что как своя история. Давайте, что это еще может быть. Ну, вот как карта медведь выпала, мои дорогие скорпионы, ну, вот какой-то анализ прежних событий вас сделает сильнее. Так и позиции ваши усиливаются, потому что не попадете в просаг, не повторите какую-то оплошность, не будете чересчур доверчивы, потому что по крысам это нам, скорее всего, кто-то листил. Ведь крысы, они как будто в ближайшем окружении. Конечно, карта тоже говорит, если мы что-то сделали не так, то и какая-то история нам может вернуться, и она нас тоже в какое-то, как повторит разочарование. Но, тем не менее, быстро с чем-то сориентироваться, ведь у вас заканчивается все карта из солнца. Это карта удачи, возможностей. И нам где-то говорят, что как раз, смотрите, как переход такой. Вроде были крысы, удивительно совпали карты. И тройка мечей, мы сказали, обида, боль, разочарование. А на будущее у вас и ребенок сразу, карта будущего. И здесь-то мы ведь тоже с вами спросили, в чем ваша сила и успех. А это уже какие-то новые начинания, новые возможности, новые планы, новые ориентиры на жизнь. Причем у кого-то могут быть, знаете, так, я меняю и работу, и личную жизнь, и место пребывания. И даже я могу такое предположить. Для кого-то этот переезд будет означать, как, вот знаете, новые врата в будущее. Понятно, не для всех. Но дерзайте. Осторожно, аккуратно, шаг за шагом. Для вас лучше мелкими шагами продвигаться, чем от чего-то отказываться. Как-то так. Давайте мы узнаем, что же по финансам. Восьмерка кубков. Это какой-то вы вопрос можете закрыть и финансовой раз и навсегда. Может быть, для кого-то рассчитаться с ипотекой, с кредитом. Или когда вы будете менять работу. Может быть, вы какие-то финансовые документы подведете к балансу. И, может быть, по части налогов у кого-то из вас время такое, что я должен как раз какие-то налоговые документы проверить, чтобы больше к этому не возвращаться. И, может быть, или могут быть какие-то разочарования, как раз, мои дорогие, связанные либо с проплатами, необходимыми платежами, с какими-то выплатами. В итоге вы сумеете закрыть любой вопрос. И я не скажу, что это просто. Мы раскрывали уже карты. Но у вас выпадала как и карта медведь, так и карта солнца. И, видимо, сегодня или никогда должен быть устранен, имеется в виду сегодня, как минимум эти 10 дней, должен быть устранен какой-то пункт в вашей жизни, который изрядно вам портит. И даже если есть такой вопрос, которым заниматься, ну, не хочется, но, тем не менее, он, знаете, как тянется какое-то время, себе напоминает, все же найти выход из этой ситуации вы сможете. Ведь по восьмерке кубков мы ищем выход, и мы его находим. И какова бы ни была сложная ситуация, как бы ни было сложно по документам даже, здесь могут быть и деньги, и документы. Может быть, где-то жилье, имущество и работа. Но в конечном итоге праздник будет. Давайте я немножко проясню. Неожиданно. Так вот. Что это? Восьмерка кубков. Карта бесконечности, белая карта и новых возможностей. Правда, вы на пороге перемен, нечего добавить. И для того, чтобы эти перемены вошли в вашу жизнь, как и восьмерка кубков, мои дорогие скорпионы, мы ищем выход, и мы его находим. Пусть у кого-то это как соломоновое решение. Вот я сказала, да, иногда компромисс нам помогает что-то завершить и расставить все по местам, чтобы больше к этому не возвращаться. Будьте готовы где-то быть гибче или на что-то согласиться, или принять какой-то альтернативный вариант. Потому что конечная задача, как будто не может пойти вперед скорпион, пока весь ссор из избы, именно ссор, мусор, так и ментальный мусор, пока вы не очиститесь или не очистите свое пространство. Тут, правда, для кого-то из вас может и свидетельствовать карта о моменте перехода к чему-то новому. Не случайно Плутон переходит в одолея, и перед вами это тоже новые возможности. Но перед новыми возможностями, словно расчистить место для нового свершения, для новой какой-то мечты, для своих преобразований, для собственного счастья, нужно. Личная жизнь, жезлы, и у нас кто жезлов, и это как изучение в этой колоде, как новые какие-то, опять же, начинания, или это те темы, когда вы ищете информацию, и вы уже к чему-то практически готовы начать. У кого-то это могут быть новые решения по части вашего союза, или по части тех отношений, которые касаются родственников, или вашего партнера, родственников партнера, или у кого-то, опять же, проиграется все же жезлы, дела, работы, бизнес, да, у вас выпадает на личную жизнь. И могут быть те согласования, которые связаны, опять же, с местом жительства, может быть, и какие-то тайны, или вроде как и тайна есть, но и варианты есть, как, что с этим делать, или как в этом разобраться. Давайте мы тоже немножко поясним. Это важное решение, по сути дела, и решимость тоже, что теперь я буду действовать иначе. Ну, тоже, вот, аркан леса, это всегда хитрость, это какое-то лукавство, это есть то, что нас не просто разочаровало, когда мы даже можем перестать верить людям. Может быть, мы и сами чрезмерно были доверчивы в предыдущий период, и что теперь? Кто-то может к вам так вот подкатывать на стриженной козе, будем говорить, карта букета, рядом у нас карта леса. Кто-то может и пытаться с вами, знаете, так разговаривать, ну, более чем лояльно, или даже льстить. Какое-то общение может казаться более чем приятным. Паркану букет. Но помним, что букет, он не вечен, он увядает. И поэтому разглядеть, нет ли там вот этой хитрой лесы, нет ли, и какой-то вот прежний опыт вам должен в каком-либо вопросе помочь. Может быть, это и по согласованию по части недвижимости, имущества вашего места пребывания. Не замечтаться будет тоже хорошей практикой. Но и не упустить какую-то возможность сюжет присутствует. Но в каком-то новом контексте, давайте посмотрим, вы все равно стремитесь к якорю, и вы как будто достигаете. Но есть и по якорю, по этому аркану всегда такое значение, когда мы как будто выжидаем. Мы не хотим действовать сами, мы думаем, что... А пусть бы вот какое-то дело, оно решилось само. Или оно как-то разобралось бы само. Может быть, именно из-за того, что вы где-то не верите или не видите какие-то возможности для того, чтобы решить, закрыть какой-то вопрос. Тогда нам карта говорит, изучи что-то. Потому что ведь это возможность. И тогда ты все равно выйдешь на этот якорь. А так, если мы что-то поставим на паузу, нам тогда как будто может что-то вернуться. Давайте я достану еще одну карту. Вот мы настолько все разные. Смотрите, карта сон, сердце, она всегда говорит о любви, об искренних отношениях. И у кого-то из вас это может быть как история из прошлого, а у кого-то закрывается история из прошлого, и теперь совершенно другая какая-то. И тогда нам карты говорят, ты не ориентируйся на те сложные отношения, которые у тебя были прежде. Тебе словно, как и свою уверенность, благополучие нужно отстроить совершенно в каком-то новом контексте. И может быть даже как раз и новые отношения. Решиться, может быть, на что-то новое. И об этом тоже нам говорят карты. Давайте откроем карту совет. Очень символично, кстати. Королева жезлов, обратите внимание, вроде жезл, огонь, стихия. А наша королева, ну, настолько невозмутима. Она как будто прошла очень сложный путь, период проб, ошибок. Она научилась подниматься с колен. Да, вот чем, обратите, общность между двух карт. Королева скрестила руки на груди, как будто я в чем-то точно не участвую. И здесь тоже человек закрывается. Вы можете закрыться буквально. И это будет неправильно. Это как, знаете, мы ведь спрашивали как неожиданность. Вот мы можем думать, что какой-то вопрос решится сам по себе. А нам говорят, нет, какая-то история может всплыть даже из прошлого. Или вдруг получить продолжение. Именно потому, что вам нужно все расставить по местам. Так вот, с одной стороны, как поспешные действия, они будут со знаком минус. Так и когда мы огораживаемся от мира, от взаимоотношений, от каких-то контактов. Просто мы должны вот эти контакты или какие-то наши возможности совершенно в других методах использовать. И королеву жезлов отличают. Она умеет хранить тайны. Она умеет хранить молчание. Она является как магнитом для других людей. С ней хочется общаться. И с вами, мои дорогие скорпионы, тоже на этой неделе вы можете подметить. Больше как-то социума вокруг вас крутится. Или каких-то новых, может быть, даже людей. И вот сильная позиция в королеве, для королевы жезлов, это когда она правильно работает с информацией раз. И правильно распоряжается с деньгами два. И она никому ничего не обещает. И никому ничего не говорит о своих планах. Часто в классических колодах Таро королева жезлов изображается, как рядом с ней черный кот. Вы никогда не узнаете об ее намерениях. Но вот где-то и вы о своих планах пока не говорите. Удача и успех любят тишину. А может быть, и вам кто-то будет в беседе задавать какие-то наводящие вопросы для того, чтобы узнать, чем вы дышите или что вы хотите. Могут так вот наводить тень на плетень, да. Но ваша задача как раз больше ясности. Причем такой беспристрастной ясности. Вот такой, как по лилиям, искренней. Пусть это правда не очень приятно. Но это все-таки правда. Это то, чего мы можем оттолкнуться. И то, что нас не ввергнет в какую-то сначала словно розовые очки, а потом в какую-то пучину непонятности, что с этим делать. Поэтому символ надежности не случайно у вас опять выпал. Вот этот якорь, он как раз и говорит, он где-то символичен четверки жезлов. В том контексте, когда мы отдаем предпочтение всему тому, что можем просчитать. Всему тому, что в отношениях служит. Может быть даже, кстати, документальным оформлением или документальным подтверждением. Если вопросы работы, когда не просто вам что-то предложили такое подвешенное или качелеобразное. А когда, к примеру, работодатель готов заключить сразу с вами договор, прописать какую сумму он вам будет выплачивать. То есть вот что-то есть такое наверняка. И в этом ваша сильная позиция. Увеличить потом, оттолкнуться, наверное, вот от этого, от этой земли, от этого берега, от этого якоря для того, чтобы что-то развить. Или, может быть, получить какие-то последующие возможности. Мы же ведь еще пока не видим. У вас не единожды выпадает белая карта. Поэтому вот на данный период времени ты еще пока не видишь. Еще будет больше возможностей. Пока мы не просчитаем. Но, может быть, задача последней десятидневки октября разобраться с чем-то из прошлого. Потому что новые перемены уже как будто ждут, когда вы, избавившись от этого мусора, будь то ментальный, будь то от какие-то незавершенные дела. Уже освободите пространство для чего-то нового. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы. И будьте счастливы, будьте любимы всегда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...